Дамский дебют в жесткой игре. В минувшие выходные на поле стадиона автокрана впервые встретились две женские регби-команды. Белые акулы Иванова и флагман Ярославль. Для наших землячек этот матч первая серьезная игра, пусть и товарищеская. Девушки в Ивановском регби появились в прошлом году. Из первоначального состава в этом году почти никто не остался. По большому счету в команде новички. Для них игра с более опытным соперником скорее возможность чему-то научиться, чем победить. Будем пробовать свежую кровь. И там же команда в процессе игры покажет, какая мы. Будет достаточно интересно на самом деле играть. Просто даже не совсем будет важен результат, будет важен опыт. У женской регби-команды флагман более солидный послужной список. Большой соревновательный опыт в составе два игрока профессиональной лиги. Поэтому их игра более динамичная, атаки более жесткие. Как итог 0.25 в пользу гостей. Я не скажу, что это легкая игра. Для соперника любого уровня нельзя недооценивать. Потому что регби – это игра в любой момент может пойти против тебя. Сейчас было на данный момент мне лично тяжело играть, потому что ноги проваливались. Было неудобно бегать. Ускорений не было никаких. Но все-таки как-то вытянули. Скорее всего, это на опыте. Дополнительная сложность в этой игре – неблагоприятные погодные условия. Их в полной мере оценили представительницы обеих команд. Холод, сильный ветер, рвущийся острыми кусками наст. Каждое падение травмоопасно. Настоящий регбийный экстрим. Боевое крещение, несмотря на все, но для акул прошло успешно. У ребят первая игра, дебют, так сказать. И надеемся, в дальнейшем они уже будут на регбийную арену, на женском поприще. И будут отстаивать честь на соревнованиях российского уровня. Как наших девочек можно охарактеризовать? Есть у них какие-то плюсы и минусы? Напористый характер. Готовы идти в бой при любой погоде и отстаивать честь города Иваново. В этот же день на снежном поле автокранов встречались и мужские сборные. Из Ярославля, Костромы и Иваново. Команды боролись за гран-при Кубка Золотого кольца. В результате главный приз по совокупности игр достался клубу «Белые акулы». Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.